Всем привет! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплев. И сегодня расскажу, как отпраздновал день рождения самый опасный житель Самары. А еще о том, где в городе зарыт бесценный клад. Самые яркие репортажи недели смотрите прямо сейчас. Не разъехались. Больше сотни нарушений за двоих. И для одного это нарушение стало последним. Крупная авария в Самаре. Кадры с места событий. Прокатился с ветерком. Пенсионер из Самары устроил велозаезд в Париж. Ради мечты он проехал 3500 километров на велосипеде. Теперь дедушка собирается покорять и другие страны Европы. Репортер о том, что возраст мечтам не помеха. Не подходите близко. Самый опасный житель Самары отметил свой день рождения. Чем угощали кактуса и как живет сегодня самарский зоопарк смотрите в специальном репортаже. Начнем с дорожной сводки. Крупная авария произошла в Самаре. Впрочем, она немногим бы отличалась от десятков других таких же, если бы не ее участники. Больше ста нарушений ПДД на двоих. Столько раз встречались с сотрудниками госавтоинспекции водители автомобилей, попавшие в аварию на Красноглинском шоссе. Но в этот раз ошибка в правилах стоила одному из них жизни. Водитель легковушки решил не стоять в пробках и повернул через сплошную. Авария на несколько часов парализовала выезд из города. ДТП произошло среди бела дня. Водитель легковушки решил развернуться, явно переоценил свои силы и не посмотрел по сторонам. Он не успел закончить маневр в какие-то секунды. Легковушку снес тяжелый кроссовер. Водитель большого автомобиля спокойно ехал по дороге и не подозревал, что из-за поворота на него выскочит машина. Мужчина пытался затормозить, но еле спас себе жизнь. От удара автомашину Мазда оттолкнула на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Митсубиси погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Водитель у кроссовера потребовалась помощь медиков. Сейчас жизни мужчины уже ничего не угрожает. Во время оформления аварии сотрудники ДПС проверили базу. Оказалось, что погибший мужчина 47 раз привлекался за административные нарушения. Пострадавшие более 70. Инспекторы ДПС на этой неделе не только за нарушителями следили. Они решили необычным способом воплощать свою мечту об отпуске. Чтобы приблизить ощущение отдыха, суровые мужчины в форме решили проверять путешественников. Сотрудники госавтоинспекции взялись за контроль междугородних автобусов. Репортер узнал, какой маршрут действительно безопасный и что недоговаривают водители, отправляясь в дальний путь. Раннее утро, а они уже во всю работу для въезжающих в Самару, акция от сотрудников госавтоинспекции. Вновь прибывших встречают люди в форме, приветствуют и просят пассажиры направо, водители налево в служебный автомобиль. Проверяют права, страховки и прочие документы. На удивление, у всех водителей образцово-показательное поведение. И даже выхлопы газа, и те соответствуют норме. Сотрудники удивляются, да быть такого не может. Вот и тут наконец-то встречают его. Водитель из Татарстана осуществляет свой полосатый рейс по маршруту Казань-Самара. Товарищ водитель, что? Водитель с трудом пытается найти объяснение этому непонятному объекту. Видит в нем явное сходство с бывшим когда-то ремнем безопасности и выдвигает свою версию происшествия. Ремень погубили пассажиры. Сколько раз объясняли? Версия водителя сотрудников устраивает, но шоферу все равно придется платить по счетам. Инспекторы ДПС восполали небывалым интересом к междугородним перевозкам. И каждое утро на посту останавливают абсолютно все рейсовые автобусы. Теперь даже жалоба пассажира может стать поводом для штрафа. Курение водителей в общественном транспорте. Максимальный штраф административный за данные нарушения, которые я перечислил, составляет около 50 тысяч. Над 40 водителями автобусов нависло бремя штрафов. Сотрудники ГАИ уже проверили десятки транспортных средств. И это только подогревает интерес. У этой операции даже есть свое рабочее название – безопасный маршрут. Так что гостей Самары не должно пугать фирменное приветствие от наших инспекторов ДПС. А вот пенсионеру из Самары автобусы не нужны. Он намотал 3,5 тысячи километров на своем велосипеде. Молодой человек, как он сам себя называет, рванул из Парижа до Смоленска. Мужчина добирался больше месяца и проехал через Францию, Бельгию, Данию и еще много других стран Старого Света. Репортер посмотрел вместе с путешественником его видеоотчет и узнал, как в жизни может пригодиться школьный английский. Вот он и Рупер, да. Все, я проехал его. Один в поле воин. Это про него. Пока многие мечтают и обсуждают, он сел и поехал. Олег Кирьянов все мифы о пенсионерах разрушает. Умеет пользоваться Фейсбуком, навигатором и другими современными приблудами. Не торопясь под милые европейские виды, со скоростью 50 километров в час он их тысячи по дороге намотал. В Париж почему? Не знаю, ну тянет меня туда. Как говорят, увидеть и умереть. Но я не умер, но видел Париж. Вот. Поэтому у меня план был такой. Идет дождь. Там палатка. Вот я. Вот кемпер. Вот так вот мы и живем. Ну я приезжаю там в кемпингах, они же прекрасно понимают, для чего я приехал. Вот. Я им там мэн, ван мэн, значит один человек. Вот. Тент. Ван. Ой, забыл уже. Ночь. Прекрасно понимаешь, что я приехал на одну ночь и монинг я уеду. Хотел чая другого купить. Что-то с этого чая, который я брал в Голландии, плохо начал спать. Ну чая что-то знакомого не нашел. Взял вот колбаски, йогурт, хлеб. Ну хлеб какой-то попался, я не понял. Мерц спал в палатках и ехал несмотря ни на что. В своих 69 он в экстремальных условиях сразу вспомнил весь курс школьного английского. Пока ехал, подучил французский и шведский. Осталось 33 километра до Брюсселя. С утра шел дождичек. Ну в общем-то прохладненько. Я даже в курке, в кофте, еще в майке. Ой. Но так все нормально. Еду вот теперь туда, в Брюссельскую сторону. Его автомобильные права пылятся на полке. Ни разу Олег Кирьянов так и не сел за руль собственной машины. Он четырехколесных не признает. А еще не пьет и не курит. И спортом занимается. Так он сам себе устроил велотур. За день он проезжал не меньше сотни километров. Наслаждался европейскими видами и в сеть выкладывал фотоотчет для жены. Она осталась дома ждать путешественника. Проехал тысячу. Хотел точно, но Лидия Григорьевна позвонила. И я отвлекся и проехал еще 600 метров. Я один раз на спидометр посмотрел. За год я проехал 3000 километров. Ну, я думаю, нормально. Он меня не подводит. В Смоленске путешественника встретили родственники. А оттуда уже на поезде он прибыл в Самару. По России ехать на велосипеде мужчина не рискнул. Условия тут не те. С собой пенсионер привез гигабайты видео и фотографий. И очередную безумную идею. Север он уже покорил. Теперь ему подавай жаркие страны. Я бы, конечно, хотел теперь на юг. Ну, Испанию не очень. Мне кажется, там очень жарко. Но уж в Италию прям с удовольствием бы съездил бы. Самый опасный житель города Самары отметил на неделе свой день рождения. Амурский тигр-кактус, живущий в Самарском зоопарке, отпраздновал 7-летие. По зверинам меркам он стал мужчиной в самом расцвете сил. Как живется кактусу в Самаре и как вообще проходят будни и праздники в Самарском зоопарке, расскажет наш специальный репортер Мария Бодрова. Здравствуйте, телезрители. С вами репортер Мария Бодрова. И мне хочется новых впечатлений. Потому я спорю со своим оператором и на один день меняю профессию. Иду устраиваться на работу в Самарский зоопарк. Мы с оператором Андреем Борисовым приходим на работу к 8 утра. И это по меркам здешних сотрудников уже поздно. Так что будем вникать в процесс как можно быстрее. Спиной к животному не поворачиваться. Потому что может поиграть с вами, может поохотиться на вас. Всякое может быть. Даже лисичка маленькая или даже соболь. Маленький соболь вообще агрессивный. К ним лучше не заходить. Получаем форму и идем убираться в вольерах. Скажу честно, к такому повороту событий я не готова. Всегда была уверена, что этим занимаются специальные люди. Оказывается, зачисткой клеток и животных на равных условиях следят абсолютно все сотрудники зоопарка. Там, где сырая солома, сено, вилами берете и складываете. А там, где видны кучки, там уже лопаты, веником помогаете. Тоже складываете в тележку. Потом все это выводится. Вон там, видите, огромные кучки. Так что вот и немало. Аромат перестаешь чувствовать минут через пять. А через десять уже вовсю почти профессионально орудуешь вилами. И тут случается первая непредвиденная ситуация. Пожалуйста. Он думает, вы его гладите. Пожалуйста. Пожалуйста, подвинься. Ну, дружок. Андрюш, постучи. Лекс! О, даже я с ним сейчас не справляюсь. Я раньше с ним работала, когда он был вот таким. Уговорить подвинуться верблюда оказалось совсем непросто. Пробуем найти общий язык с тем, кто поменьше. Видимо, действительно у нас много общего. Жоник, иди сюда. Здорово. Он у нас ответственный. Он бывает и кусается. В отделе млекопитающих дело идет явно быстрее. Коллеги решают проверить нашу нервную систему и отправляют в клетку с тигром. Кактус? Аккуратненько. Да. И? И вот, ну где мясо, видите? Ага. Вот, все, оттуда надо убрать. Сейчас тигр пристрелит визу своим любимым сотрудникам зоопарка, орнитологам. Кстати, эту огромную рыжую махину зовут кактус за свой колючий характер. Каждый день он съедает 12 килограммов мяса. Самарский зоопарк появился в начале 90-х, как передвижной зверинец. Несколько лет животные кочевали. Летом они приезжали в парк Гагарина, а зимовали в теплицах жигулевских садов. Кормление и содержание оставляло желать лучшего. Но даже с пропиской на этом месте в Постниковом овраге за зоопарком долго сохранялся статус стационарной передвижки. Зверушек стало жалко областному Минкульту. Они превратили заведение в настоящий парк с проживанием класса люкс. Уборка помещений, личные врачи и постоянная кормежка. Нам показывают всю кухню самарского зоопарка. Пахнет здесь вкусно. Мелким хищником, таким как норки мы соболя режем. Апельсин режем на четыре части. Ну тоже, чтобы удобнее. В принципе, они бы и так почистили. Пока Андрей готовит блюдо для енотов, я буду кормить медведя умку. Накладываю ему кашу. Здесь перловка, морковка, куриные желудки, сердечки. В общем, должно получиться вкусно. Кормление животных идет согласно рациону ведущего зоопарка России Московского. Но, признаюсь честно, мы удивлены. Здесь все свежее и отборное. Мясо, фрукты и овощи. Ну, кушай, дракон. После уборки и кормежки чувствуем себя уже опытными сотрудниками. Хотя одно из помещений все-таки остается закрытым для съемки. Там появляются на свет новые постояльцы зоопарка. По окончанию беременности их отсаживает специальный питомник. Родили на помещении, так сказать. У кого только не приходилось принимать роды самарским специалистам. Лесята, козлята, пума, песцы. Некоторых малышей сотрудники берут на приручение. Мы пока к такой ответственной миссии не готовы. Но в качестве поощрения за хорошую работу нам разрешают выгулить на территории настоящего волка. Да, гулять, гулять. Пойдем сейчас. По характеру, что волк, что верблюд оказались похожи на одного порнокопытного товарища, упрямее не бывает. Ну, пойдем. Пошли гулять. Сейчас в самарском зоопарке квартирует почти две тысячи особей. Многие вынесены в Красные книги России и мира. Сотрудники ведут научные исследования и ездят в экспедиции по области. Посетителям здесь тоже есть чем заняться. Каждый вторник и субботу с часу дня до двух животных разрешают гладить всем желающим. Некоторых питомцев можно забрать себе домой за определенную плату. На этом наш трудовой день с Андреем заканчивается. Сотрудники сделали нам поблажку, потому мы работали по сокращенному графику. Ну что, Андрей, кем тебе понравилось работать больше? Оператором или в зоопарке? Я бы с удовольствием работал оператором в зоопарке. Ну а я бы оставила свою профессию журналисты. И в следующий раз все равно попробую ее сменить. До встречи. Вот такой получилась минувшая неделя по версии репортера. Какой будет следующая, покажет время. Не теряйте его впустую, живите ярко. Мы увидимся завтра. До встречи. Пока.